Здравствуйте, товарищи! Перед вами очень короткое и очень важное видео. Много непонимания у людей в этом вопросе. Кто-то вообще искренне считает, что не бывает густой крови. Мол, это антинаучно и повторяет эти глупости за некоторыми врачами. Я же докажу, что это не так. Сейчас я поясню вам, что такое густая кровь, что ее загущает, чем это состояние опасно, как и чем разжижить кровь, сделав ее более текучей. Итак, густая кровь, как это понять? Это не нечто эфемерное, просто по общему анализу крови из пальца. Надо посмотреть гематокрит. И если гематокрит будет повышен, то это и есть недостаток воды в крови. Значит, состояние загущения крови. По сути, это состояние, когда в крови воды от ее нормы для нормальной текучести и биохимии всех процессов этой жидкой соединительной ткани становится меньше. А количество форменных элементов в крови, то есть эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, остается, разумеется, то же самое. И ведь это логично. Приведу пример. Если из жидкого супа выпарить часть воды, он станет гуще. Это что? Истина. Как и то, что я сказал, то же самое. Надеюсь, что вы поняли. Понятие и явление густая кровь существует. Густая кровь медленнее течет по сосудам и хуже проходит по капиллярам. Это риск здоровью и жизни. А что же загущает или сгущает кровь? Да, все то, о чем я буду вам говорить, я оставлю вам ссылками прямо под этим видео. Так что загущает кровь? Недостаток воды в питье, значит, в организме и в крови. Мочегонные средства. Так как от них уходит вода из организма и кровь густеет. Курение сильно сгущает кровь и снижает эластичность сосудов. Я уже не говорю о страшных ядах из табака для всего организма. Сахар сладкое, сильно сгущает кровь. Жареные продукты и копченые, вредные, сгущают кровь. Помимо того, что они являются канцерогенами. Тут кто-то наверняка захочет написать про бабушку или дедушку, которые прожили там 95 лет и все это ели. И этим самым, мол, некоторые захотят мне сказать, что я не прав. Разумеется, я прав, потому что это объективная реальность. А если бы эти бабушки и дедушки не ели бы это, то что вредно, то они жили бы на 10, 20, 30 лет дольше. Как жили некоторые те люди, которые вели действительно здоровый образ жизни. И в этой связи я дам вам маленький совет. Мне пришлось сделать видео уже давно, которое так и называется. Дед пил, курил, ел все подряд и прожил 95 лет. А вы-то тут при чем? Посмотрите его. Нельзя жарить на растительных маслах, кроме как на кокосовом масле. Стрессы сильно сгущают кровь тоже. Кофе сгущает кровь. И вообще все, что закисляет организм. Высокомолекулярные белки, в первую очередь мясо, творог, сыр. Это просто факты. Есть то, что загущает кровь, есть то, что разжижает. Ну вы уж смотрите сами. Поясняю далее. А чем опасна густая кровь? Она опасна повышением артериального давления со всеми вытекающими последствиями, нагрузкой на сердце и гипоксией тканей с их дальнейшим отмиранием. Так как густая кровь имеет плохую текучесть. Значит плохо проходит по микрокапиллярам на периферии тканей. И соответственно медленнее отдает тканям кислород. А значит происходит кислородное голодание, то есть гипоксия с возможным отмиранием тех или иных тканей. Густая кровь это фактор тромбообразования. Ну и конечно риск инсультов и инфарктов. Как же разжижить кровь, тем самым увеличив ее текучесть? И тем самым как предотвратить инсульт и инфаркт? Ну конечно пить воду в первую очередь и вообще по-хорошему только воду. Как минимум по одному полтора литра в день. Ну конечно в зависимости от вашей массы тела, погоды есть, жара изнуряющая или нет, физической работы, ну и других факторов. Кому-то надо будет 2 литра, кому-то 3, кому-то может быть даже в каких-то ситуациях и 4. Вообще есть норматив 25-30 грамм воды на 1 килограмм массы тела в сутки. Но это летом. Помните, только вода из естественных и необходимых жидкостей является растворителем. Но если между молекулами воды уже что-то растворено, то это не растворитель, а раствор. Все напитки, чай, кисель, морс, компот это растворы. А все яды, токсины из организма, метаболиты можно удалить только с помощью воды. Чистой воды. Не растворов, а растворителя, в котором и будут растворены эти метаболиты, которые необходимо удалить из организма. Логично, разумно. Это истина, конечно да. Никогда не пейте из пластиковых бутылок. А минералы, все необходимые для здоровья и жизни, надо получать только в органической форме и только из еды. А вода должна быть мягкой, не содержать растворенных в ней вредных солей жесткости. Помните, что все сверхдолгожители, которые когда-то были и изучено, какую воду они пили из тех самых горных, родников там и прочих. И все это была мягкая вода, без солей жесткости. Конечно, она обладала еще определенными физико-химическими свойствами. И об этом у меня есть несколько видео на моем канале. Ссылки на некоторые из них я оставлю вам под этим видео. Что же еще разжижает кровь? Что необходимо знать каждому человеку? Подпишитесь на мой данный канал. Нажмите под ним на слово «Подписаться», вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления. И выберите «Все видео». Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть мы вместе поможем, наконец-то, людям стать здоровыми и активными. Так что же еще? Надо уменьшить потребление соли. Не исключить, а уменьшить. Не есть продукты с трансжирами, то есть с маргарином и производными. Еще бывают хитрые надписи на упаковках. Гидротированный продукт – это синоним трансжиров. Трансжиры вызывают онкологию, но помимо этого загущают кровь. Пиявки герудотерапии действительно разжижают кровь. Вполне можно применять. Ну, после консультации со специалистом и в зависимости от ваших проблем со здоровьем. Конечно, надо устранить гипоксию и, конечно, больше двигаться. А это взаимодополняющие и неотъемлемые части друг друга. Вместо вредного аспирина, а он, да, разжижает кровь, но имеет огромное количество побочных негативных явлений, действий, принимайте лучше имбирь. Ну, имбирную воду. Очень хорошо. Кстати, в нем есть природная аскорбиновая кислота, и это, конечно, не синтетическое. Веганское сыроедение, кто примет этот путь, естественно, поможет. Ведь в живых плодах, овощах нет, во-первых, канцерогенов. Может быть, химия – это вопрос другой, различное аграрное – это да. Но нет канцерогенных веществ. Помимо этого, там нет трансжиров. Там много воды, причем структурированный. Но, понятно, это далеко не для всех, да, подойдет. Есть две травы – антикоагулянты с доказанными медицинскими свойствами, что они разжижают кровь. Это донник и кора белой ивы. В принципе, вы их тоже можете применять, но надо знать, что они имеют ряд противопоказаний при язвах, гастритах. Конечно, водородная вода. Тут бесспорно. Во-первых, это вода. Во-вторых, эта вода насыщена избыточным количеством молекулярного водорода. А эта, и тут мы говорим в-третьих, мощнейший антиоксидант, все вместе создает идеальные свойства вот такой водородной воды с отрицательным ОВП, когда кровь становится текучей. То есть, нормально текучей. Она перестает быть густой. И до каждой клетки нашего организма идеально уже доходит и кислород, и питательные вещества. Я оставлю вам ссылку, ну, хотя бы на одно вот очень важное видео по свойствам водородной воды и по приборам, собственно, как получить ее в домашних условиях. Но, чтобы эти приборы, и тут самое главное, были не опасны для здоровья. А это сейчас наши дни огромная редкость. Почему? Все вы услышите в том видео. Посмотрите его непременно. Еще, конечно, чеснок. У него тоже много преимуществ, и я его советую. И зелень. Ешьте обязательно зелень. Укроп, петрушка, сельдерей. Все это разжижает кровь. Живая зелень. Ну, собственно, как и живые овощи. Знаю, кто-то обязательно скажет, потому что под многими моими видео люди часто пишут, а как же вот овес, говорят, он загущает кровь, а вот витамин К2 загущает кровь, витамин С загущает кровь. И только чего не пишут. Я вам скажу на это, дорогие друзья, чтобы вы больше никогда такие глупости не повторяли. Вот запомните, если это не какая-то синтетика, химия, что-то неестественное, а естественные компоненты, части, пищи, важные для жизни, здоровья, витамины и так далее, натуральные только, не синтетические, то тогда они не могут загущать кровь никаким образом, если вы пьете достаточное количество воды. Если вы при этом двигаетесь, потому что движение это жизнь, и лимфатическая система наша работает только, когда идут мышечные сокращения. А это наша очистка организма, канализация организма, если хотите. Это тоже надо учесть. И если вы не едите и не делаете то, что я вам выше сказал, что приводит к загущению крови, вот тогда вы не сможете загустить себе кровь, и можете спокойно и овсяную кашу, грубо говоря, есть, а лучше запаренные цельные зерна голозерного овса в термосе, как я советовал, вот в этом своем видео. Посмотрите его, почему, и учтите это. Вот можете тогда, в этом смысле, что у вас густая кровь будет, не переживать, не будет. Итак, надеюсь, тему я эту раскрыл. Все довольно-таки просто. Самую суть пояснил. Все, что надо, я оставил вам по ссылкам, прямо под этим видео, непременно посмотрите, непременно. И, конечно, если вы хотите натуральные витамины, не рисковать здоровьем, не синтетику поганую принимать, то вот липосомальные формы, это идеальный вариант. Ссылку на все липосомальные нутриенты, витамины и минералы, а также на натуральные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты от профессора Исаева я оставлю вам под этим видео. Переходите, смотрите. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok